Ксения, такой вопрос. А ты хотела бы стать предпринимателем? Ну, можно, наверное, сказать, что я и так предприниматель, и ты, кстати, тоже, но... А, ну если самознание ты считается за предпринимателя, то, наверное, да. В любом случае мы, получается, продаем себя. Свои услуги, если быть точным. Но это мы все к чему говорим. Сегодня мы обсудим опыт одной прекрасной девушки и узнаем, как создать бизнес и успешно его развивать. А у нас в гостях основатель и руководитель студии Брэдинга «Живи ярко» Екатерина Яровицына. Екатерина, здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро. Итак, у меня сразу же вопрос. Давайте поближе познакомим наших зрителей с вашим бизнесом, вашим брендом. «Живи ярко» что это? Это жизненная позиция? Это девиз вообще по жизни? Это бренд или... Ядро всего происходящего. С чего все начиналось. Да, сейчас «Живи ярко» скорее всего это такой уже девиз нашей студии. Все началось два года назад, чуть больше двух лет назад, когда смотрела в социальных сетях на других девчонок, которые умело занимаются шитьем, вязанием, бьюти-мастера, которые наращивают ресницы, пилят ноготочки. Я все время думала, почему я ничего не умею? Я все время так хотела чем-то заняться своим родным. И на просторах интернета я как раз таки увидела работу одного мастера. Мне очень понравилось. Идейка эта загорелась и начала искать плюсы, минусы. Начала искать преподавателей, которые бы меня смогли этому научить. Ну, скорее всего, и вот так я вошла в мир брейдинга. Потихонечку, семимильными шагами. Началось все с интереса какого-то, да? С того, чтобы как-то заниматься своим любимым делом, ни на кого не работать. И чтобы работа приносила удовольствие, еще и людей радовать. И самое главное – это жить ярко. Насколько сейчас велико, скажем так, бизнес-пространство? Сейчас уже у нас две студии. Одна как раз таки в вашем городе, в Первоуральске. И одна уже большая студия. Она находится в городе Ревда. Собираетесь как-то расширяться? Какие планы? Да, конечно, я бы хотела расширить немножко нашу студию, наше пространство, чтобы было побольше бьюти-мастеров. Потому что, как показала нам практика в нашем городе, в моем родном городе Ревда, это пользуются спросом, это обмен клиентами. Ну и большая студия – это очень удобно в первую очередь. Клиент к нам приходит и на целый день прошлась по всем девчонкам у нас. На реснички, на ноготочки, на массаже, к косметологу. Ну и, конечно, к нам за косичками. Ну это джек-пот какой-то. С утра вышел вечером просто весь вообще все упакованный. Счастливая богиня. А с какими трудностями столкнулись в ведении бизнеса? На момент старта, допустим, первоочередного бизнеса или вот когда запускали в нашей площадке пространство? Были трудности, конечно, как и в любой сфере. Во-первых, прейдинг, два года назад, когда я начала этим заниматься, он не был так популярен. И как в нашем городе, допустим, у нас было два мастера, мониторила, немножко видела. Но и то у них было, допустим, плетем только брейды. То есть каких-то таких глобальных причесок, обширного какой-то ассортимента, обширного ассортимента я не наблюдала. Конечно, было страшно. Люди, которые близкие мне, родственники, коллеги, я работала в найме, говорили о том, что зачем тебе это? Это что ты на юг поедешь, будешь плести, никому это не надо, волосы портятся. Катя, зачем? У тебя есть стабильная зарплата, работаем, да? Никого я не послушала, наверное, для меня это и было мотиватором того, доказать всем, что я могу, что это нужно. Это красиво, потому что первый раз, когда я восхитилась тем, что я сделала, это была моя экзаменационная работа. На моем первом курсе обучения, сейчас более 20, когда я увидела, как превратилась, как преобразилась девушка, которую я заплела, в какую красотку она превратилась. Вот тогда я сказала, да, это мое. Потом я заплела себе первый комплект, чтобы посмотреть, как это ходить с комплектом на голове. Все равно это 300-400 грамм, которые добавляются с помощью коз, приплетаются. Я походила, мне было удобно, мне было комфортно, я была красивая, я не хотела снимать. И уже третий год, как я хожу с комплектами, мои волосы целы, они растут, только успеваем подстригать. Вау! Это вообще дорогого стоит. Кстати говоря, про услуги. Вот идет уже третий год, как развивается бизнес. На текущий момент, вот про тенденции, какие услуги самые популярные сейчас? Для детей самые популярные, наверное, это боксерские косы в нашей студии. У взрослых уже такие более серьезные прически, которые носятся до полутора месяцев. Это комплекты. Боксерские косы и вот афрохвост, они... Ночится неделю-полторы. А, и все? Да. Я думал, это на 16 лет. Да, кстати, девчонки спрашивают, Кать, почему мало, до полутора месяцев. А все потому, что наш волос растет. И под тяжестью комплекта наших кос волос растет намного быстрее. И получается, что когда наши волосы отрастают, да, они провисают, провисают. Да, получается. Это эстетически некрасиво и самому волосу очень тяжело. Мне кажется, запись к вам уже, наверное, на месяц вперед, как минимум. Ну, да, потому что сейчас и в студии города Первоуральска, и в городе Ревде я плету одна. В Ревде у меня есть помощница в Первоуральске. Ну, когда тоже такая достаточно плотная у нас запись, мы приезжаем с Кристиной. То есть никаких мастеров больше в наших студиях нет, которые занимаются брейдингом. Никто запись, кроме меня, не ведет, потому что мне уже приписывают другие студии нашего города. И спрашивают в Первоуральске, это тоже ваше? Нет, у нас всего две студии, где запись ведут только я лично, и плету тоже только я лично. Вот как. Да. Дорогого стоит. Я бы так не смог. Мне кажется, тебе надо чуть-чуть... А вот сколько Кириллу Ивановичу нужно отрастить волос, чтобы ему тоже сделать? Я еще год назад был вот с такими волосами кудрявыми, там даже ничего плесли не надо. Ну вот, а тебе тут заплетут, ты опять вспомнишь, будешь вот так вот ходить, махать. Ну, сейчас, наверное, надо еще месяца четыре, чтобы было за что схватиться. Еще один вопрос, он касается начинающих бизнесменов, тех, кто только начинает врываться в подобного рода истории. Нужен от вас совет. Чего не нужно бояться? Не нужно бояться. Во-первых, не нужно, скорее всего, не слушать тех, кто, ну, вроде бы, хотят пожелать вам научить чего-то. То есть не нужно слушать ни родителей, ни мужа, ни друзей, ни коллег, никого абсолютно. Они не могут знать, получится у вас или нет. Нужно самой... ну, пусть, но не получится. Но зато вы попробовали. Да. Дальше, не бояться работать с людьми, не бояться показать себя, показывать свои работы. У нас сейчас, в наше время, такая бесплатная реклама, это социальные сети. Не бояться выкладывать. Никто не должен знать про вас, если вы не кричите о себе постоянно. Никто не узнает. Не нужно бояться пробовать. Пробую, как говорят некоторые мои знакомые, мастера, ну, вот я выкладываю, выкладываю, но не идет. Сегодня не идет, завтра пойдет. Не нужно расстраиваться. У меня тоже был долгий тернистый путь. Не нужно бояться показывать саму себя, снимать рилсы, да, снимать какие-то истории своей жизни. Потому что клиенты очень хорошо идут на людей, которых они знают. А своими рилсами, своими историями мы знакомим себя с нашим новым клиентом. Вот именно так мы заслуживаем какого-то доверия. Слушайте, ну, замечательно. Я думаю, что я тоже еще раз, наверное, к вам скоро когда-нибудь приду. Я бы тоже пришел, но было бы с чем. Мы желаем вам всего-всего самого наилучшего. И нашим телезрителям тоже скажем, живите ярко. Да, 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 живите ярко, уважаемые телезрители. Берите пример с успешных бизнесменов, берите пример с потрясающих как раз-таки людей, которые приходят к нам в студию на телеканал. Большое вам спасибо, Екатерина. Ждем вас в гости снова. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok